Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Мне прям хочется сделать вот так вот. Ну, я думаю, блин, это лишняя, айка, успокойся. В общем, у нас сегодня с вами очень крутые вот такие вот хачапури. Я их называю хачапури, хотя мама считает, что это не хачапури. Для меня это хачапури. Если сыр смешивается с теста, это получается хачапури. Ну, как по-другому. Здесь у нас, значит, лук, огурчик. Какая-то нервированная. Я искупалась. Хотя мне в комментах там одна девочка написала, не обязательно говорить, что ты искупалась. Это неприлично. Я же не показываю вам процесс купания. Обожаю все, что делается с сыром. Макаю сметану. Кстати, как вам мой макияж? Точнее, макуяж. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы уже в курсе, что мой бойфренд уже прилетел, и он мне передал свои подарки, которые он купил в Сифоре. Вот это как раз-таки тени Зоева. Покажу, кстати, тени. Обязательно покажу вам в инста-сторис. Как мне понравилось качество этих теней. Они так классно тушуются. Я призываю всех сидеть дома. Реально, если у вас нету надобности куда-то выходить, сидите дома. Я, например, уже неделю точно сижу дома. Даже больше. Я вообще не выходила на улицу в этот период. Мы просто можем спасти планету тем, что мы ничего не будем делать, просто лежать на диване у себя дома. Вот как-то так. Что касается, кстати, этих хачапури. Этот рецепт, вообще, эта идея дала нам бабушка. Бабушка говорила, что в военное время, когда они были детьми, муки не было. Потому что все мужчины были на войне, и некому было спахивать эти поля. Но хлеба очень хотелось. И их бабушка придумала такой способ. Взять немножко муки. Добавить туда немного сыра, так как они жили в деревне, сыра было предостаточно, потому что были коровы. В общем, добавляли сыр, картошку немножко, и совсем немножечко муки. И делали такой хлеб. Вообще, я читала, что большинство людей не могут кушать без хлеба. То есть, они не могут насытиться без хлеба. Я, например, не так. Я могу неделю не кушать хлеб. То есть, нормально. А, например, мама моя, она говорит тоже, да, что она не может без хлеба. Например, она кушает сыр, яичницу, без разницы. Если она не ест хлеб, то она не может наесться. Вот так вот. У меня какой-то, знаете, странный свет. Это потому, что я закрыла занавеску наполовину. Потому что так получалось, что прям солнце светит мне в лицо, и как-то странно немножко смотрится. Поэтому я наполовину окно занавесила занавеской. Я предлагаю всем нам сидеть дома и не смотреть видео про коронавирус, про все это. Я в последнее время уже не смотрю. Во-первых, мне уже надоело, что все говорят одно и то же, никто ничего положительного не говорит. Мой вклад во все это заключается в том, что я не выхожу из дома. Нужно перерзать. Например, завтра я просто вынуждена выйти из дома из-за документов. Я потеряла паспорт. И без паспорта многие проблемы не решаются. Поэтому я вынуждена выйти из дома, но по возможности я стараюсь что-то заказывать. Я стараюсь покупать все сразу и потом три дня не выходить из дома. Так вот, бабушка рассказывает, что в военные времена было гораздо хуже, чем сейчас. То есть просто из-за еды люди могли друг друга убить, пойти на преступление просто из-за еды. она говорила, что у них была тетя и в военное время она пришла в гости к ним из соседнего села. А потом на следующий день они ее отправили обратно домой, ну как бы, не знаю, на автобусе или как они там передвигаются. И вместе с ней отправили ей там муку, хлеб, там, не знаю, всякие продукты. И она до дома так и не добралась. Ее убили по дороге просто из-за еды. То есть в военное время было очень много таких случаев. А я чем больше сижу дома, тем больше зависаю, знаете, на гирта онлайн-магазинах. Я понимаю, что если я закажу, это все может не прийти. Это риск. Но они предлагают скидочки. Это манит. Заказывать тоже, знаете, надо знать откуда. Есть такие бренды, которые прям отвечают за то, что они делают. дорогие бренды, разумеется. Ты знаешь, что даже если посылка до тебя не дойдет, тебе вернут деньги. А есть некоторые сайты, им просто плевать. Они отправили и забыли. получишь ты не получишь, получишь ты не получишь, и твои проблемы. манит. особенно когда получила вот эту палетку от Зоева я поняла, что я хочу еще одну палетку от Зоева а может быть еще какую-то другую палетку то есть у меня такой странный характер вот если я что-то покупаю это не значит, что все я это купила, у меня это есть и мне больше этого не надо если я покупаю помады, купила две у меня маня, а давай еще две куплю а давай еще три куплю если я долго не покупаю что-то мне как-то уже не хочется покупать шипоголики меня поймут не дадут соврать шипоголики вот так вот, ребятки не знаю, две штучки смогу съесть знаете, как-то во всем нужно искать какие-то положительные моменты вот мы сидим дома, можно заняться тем чем давно прям вот руки не доходили например, в шкафу уже забрать вещи лук лук иногда бывает, что я под видео сама отключаю комментарии но вот видео с Гюрзе мне отключили комментарии потому что в названии я написала воспитание детей дети, это вообще такой контент, где должны быть закрыты комментарии но почему-то у некоторых все это, знаете, работает то есть кто-то снимает про коронавирус все отлично, у него ничего не блокируют комментарии открыты, все круто почему я под таким пристальным наблюдением Ютуба, я не знаю но меня это немножко раздражает, если честно совсем забыла сказать, только сейчас вспомнила рецепт вот этих вот хачапури будет в инфобоксе переходите, обязательно смотрите когда я разобрала шкаф, я поняла, сколько всего ненужного у меня есть у меня есть даже платье, которое я купила и ни разу не носила вот ни разу, представляете а все почему? потому что когда скидки Айка не может совладать с собой и бежит все покупать надо оно мне не надо, я бегу покупать и это очень плохая черта, кстати особенно когда большие скидки я один раз купила румяна от Шанель который совершенно мне не нужен это настолько дурацкий оттенок но зато я их купила с 80% скидкой я подумала ой, 23 моната за румяна от Шанель это же практически бесплатно даже не 23, даже меньше по-моему было то есть я не помню ну они как знаете как груз просто лежат вроде выбросить жалко деньги были потрачены но поверьте мне ни разу этими румянами я не пользовалась я просто свочила каждый раз их также от Бенефит тоже кстати румян в принципе неплохие но я не люблю вот этот поросячий розовый оттенок купила, лежат они у меня там сейчас я понимаю лучше это будет какой-то мебели но это будет оттенок ходовой который я действительно буду пользоваться с удовольствием а не так, что блин отдала деньги нужно из-за сыра очень калорийно я прям наедаюсь вот например Шелли у меня она такой человек даже если 95% скидка если вещь ей не нужна она не купит и это реально очень круто а я даже если это мужская пена для бритья вот если на нее скидка даже пусть 15% у меня сразу в голове так а может надо а может кому-то подарю давайте все-таки доедим хотя я уже наелась если честно вкусно как я не люблю маслина с косточками это прям ненависть но так получилось что мама купила огромную просто панку закон подлости я смотрю что они с косточками я люблю кушать очень быстро а когда с косточкой не получается я такая маме говорю о нет мама говорю они же с косточкой неужели ты это не заметила кстати видео с Айсель там многие не поняли мы там считали спички получилось что у меня 10 у Айсель 12 спичек потом в процессе монтажа я заметила что она съела меньше меня но я если честно изначально планировала что даже если она выиграет или она проиграет я просто ей подарю подарок даже если она проиграет потому что я считаю потому что я считаю что человек потратил время пришел ко мне снял со мной видео и как бы ничего не получает за это правильно каждый раз когда я буду приглашать к себе подписчиков я думаю что каждый раз нужно им что-то дарить как-то благодарить за это я думаю так во-первых красиво с моей стороны во-вторых обрадую своих подписчиков обязательно переходите в инфобокс там будет рецептик мне пожалуй надо было брать одну всем желаю приятного аппетита удачного дня берегите себя и сидите дома всем пока